Группа G. Виллериал принимал Спартак. Обе команды уже знали друг друга, они играли во втором туре. Но на эту игру их вывели новые наставники. Как и в прошлый раз, за Виллериал забил Экомби, а его клуб победил 2-0. Испанцы получили в конце игры красную карту, но счет на табло не изменился. Кроме красной, за 5 минут до конца игры было показано еще 4 желтые. Кононов не сумел поправить дела Спартака в этом турнире. Рапид побеждает в самом конце игры, Рейнджерс 1-0 и выходит в плей-офф. Команда последней 3 тура в этом турнире не проигрывала и добилась желаемой путевки. Клуб из Глазго уже 3 игры свои не может победить. Напомню, что в первой игре они обыграли Рапид 3-1. Напомню, что продолжают борьбу за кубок UEFA только первые 2 команды. Это Виллериал и Рапид. У них по 10 очков. Но испанцы ни разу не потерпели ни одного поражения в группе. Оказывается, чтобы выйти в плей-офф достаточно всего лишь 6 голов. Это я про Рапид. У Рейнджерса 6 очков, у Спартака 5. Группа H. Марсель в самом дебюте получает удаление уже на восьмой и получает гол с пенальти. Но через 3 минуты французы сумели сравнять. Это Тавен. Это его пятый гол за 4 игры, в которых он принимал участие. Позже Марсель пропускает еще дважды 3-1 в пользу Аполлона. Маглица оформил дубль. В конце игры хозяева остались и вовсе в девятером. Четвертый свой матч подряд Марсель не выигрывает. Игра Лацо. И Антракта также ничего не решала в группе. Немцы выиграли 2-1. Все 3 гола были забиты во второй половине игры за 15 минут. Лацо 6 игр не знает побед во всех турнирах. Айнтракт выиграл группу и набрал максимум очков 18. Разница забитых и пропущенных плюс 12. Лацо 2. У них в 2 раза меньше очков 9. У Аполлона 7. И прошлогодний финалист Лиги Европы Марсель даже не вышел с группы 1 очко. Группа Ай. Башикташ довольно неожиданно уступил на своем поле Мальмио и Швец 1-0. После пропущенного мяча турецкая команда осталась и в меньшинстве. Красный свет увидел от орбитра португальского режима. И сопротивление было уже бесполезно. 13 матчей составляет беспроигрышная серия Мальмио во всех турнирах. Мы рассказывали о том, что эта команда в Швеции недавно стала бронзовым призером, заняв там третье место. Генг без труда обыграл аутсайдера Сарсборг 4-0. Во втором тайме они организовали еще 2 гола в течение 3 минут. Удивительно. Сарсборг впервые уступил на выезде за 5 игр. Генг набирает 11 баллов, а не в плей-офф. Вместе с ними в последнем туре вагон плей-офф взяли билеты из Шведы 9 очков. Башикташ имеет 7 баллов и остается за бортом соревнований. У Сарсборга 5 очков. Группа Джей. Севилья с первых минут взяла БК за рога и уже на 10-й минуте выиграла 2-0. Попахивала большими неприятностями. После перерыва они случились. Рамирес вынес мяч с ворот рукой и получил удаление от поляка, а Бонега забил пенальти. 3-0. Этот счет позволил двум командам играть весной в Еврокубках. Отметим Бен Едера. У него дубль. В этом сезоне во всех турнирах у него уже 13 мячей. Помним, что Севилья проходила еще и квалификацию к Лиге Европы. 10 матчей держался Краснодар и не проигрывал никому. Напомню, что в первом матче Севилья проиграла. Во второй игре маленький, но гордый Кесар устоял в игре со Стандартом. Хотя Стандарт за всю игру всего лишь один раз попал в створ ворот. 0-0. И этот результат устроил и Севилью, и Краснодар. Они набрали по 12 очков в таблице, но Севилья обошла Краснодар, так как победила их по итогам 2 встреч 4-2. У Стандарта 10 очков. Как мы уже убедились, многим командам для выхода в плей-офф хватило и 9 очков. Но в этой группе был жаркий расклад. У Ахи Сара 1 очко. Группа Кей. Астана, которая на протяжении нескольких туров лидировала в группе, в итоге из нее не вышла. Они уступили Рену 2-0 на выезде. Сар забил дважды в течение 5 минут. Один из голов он добил после незабитого пенальти. Рен побеждает свою третью игру к ряду и все три матча со счетом 2-0. Во второй игре встретились Динамо, Киев и Яблонец. И как бы не завершилась эта игра, Киев оставался на первом месте, а Яблонец на четвертом. Яблонец победил впервые в группе, а гол забил только не упадите со стула. Долежал. Долежал, добежал и забил. Соответственно для Динамо это первое поражение. Вышли Рен и Динамо 9 и 11 очков соответственно. Причем у Рена 3 поражения, но такое бывает. Ливерпуль и Рома, к примеру, тоже из группы вышли в Лиге Чемпионов при трех поражениях. И Лацо в Лиге Европы тоже попала в плей-офф. Астана имеет 8 очков, Яблонец 5. Они прекращают выступления на турнире. Да, где-то Астана просчиталась, где-то не добрала очков. Нужно анализировать. Группа L. Начался, надейся, а сам не плашай. Такой девиз этой группы. Клуб Батэ не стал зависеть от второй игры. Он сам взял и победил наглый паок на выезде. У Николая Сигневича дубль. Уже при счете 3-0 Приевич отыграл 1 гол. Так и завершилась игра 3-1. Сигневич стал полноценным героем матча. Кроме двух голов, у него еще и красная карточка. Челси непобедим, то есть не победил Види 2-2. У лондонцев отличились Виллиан и Жеру. Тут Види просто повезло. У Челси было в три раза больше ударов по воротам. Итоговая таблица. Первое место занимает Челси 16 очков. Ноль поражений. Батет также выходит в 1-16 финала 9 очков. Большой успех белорусского футбола. Вчера они еще и Реал помогли обыграть. Третьим финишировал Види 7 очков. Четвертым с тремя очками стал Паок. Следующие 6 групп сыграли на 2 часа позже. И красных тут не было. Группа A. Айк Ларнака забил первым Байеру и пожалел. Клуб в итоге уступил 1-5. Это самый крупный счет дня. По дублю записали Кор и Аларио. Айк проиграл свою третью игру подряд. Две предыдущие в своем чемпионате на Кипре. А вот Байер так крупно не побеждал целых полтора месяца. Когда разгромил в Кубке Германии 5-0 Боруссию Менхен-Гладбах. Напомню, в первой игре Байер выиграл у Айка 4-2. Лудогорец обязан был побеждать Цюрих, но сыграл 1-1 в ничью. В первом матче Цюрих победил 1-0. У Болгар завелся Шверчок. То есть отличился Шверчок. Это стала шестая подряд игра, в которой Лудогорец не проиграл. Клуб чередует через раз победы и ничьи. Расклад этой группы был известен давно. Но в шестом туре решалась судьба первого места. И его занял Байер. 13 очков. Цюрих будет также играть весной в 1-16. У них 10 баллов. У Айка 5. У Лудогорца он последний 4. Группа B. Руссенборг спасается в конце игры в матче с Лейпцигом 1-1. И эта ничья дорого стоила немцам. Они в плей-офф не попали. Всего за последние 5 игр Лейпциг выиграл всего лишь один раз и трижды проиграл. Селтик проиграл Зальцборгу на своем поле. Но, как мы знаем, в параллельной игре не смог победить Лейпциг. И Селтик прошел плей-офф. Зальцборг сделал все, что мог для своих родственников. У них отличился Дабур. Это его шестой гол. Про Галеодоров чуть позже. Селтик прерывает свою 10-матчевую беспроигрышную серию. А вот австрийцы продлили свою успешную серию до 35 игр. 35 матчей без поражений. Фантастика. Финальная таблица этой группы. У Зальцборга, так же как и у Айнтракта, 100% результат. 18 очков. 0 поражений. И разница забитых и пропущенных плюс 11. Селтик вышел в плей-офф 9 очков. Еще одна немецкая команда выбыла из Еврокубков. Ранее эта участь ждала Хофенхайм, а сегодня Лейпциг. У него 7 баллов. Руссенборг набрал первое очко и так же выбывает. Группа Си. Копенгаген уступил Бордо 1-0. Мотивация, страшная сила. Бордо, который считался аутсайдером, чуть не вышел из группы. Джимми Бриан забил за свой клуб в третьей игре к ряду. Он отличился до этого в воротах Сан-Татьена и в воротах ПСЖ. И Бордо уже 8 игр не знает поражений. Начинаем привыкать к поражениям. Зенит уступил Славе 2-0 и помог ей выйти из группы. Заметная фигура Мирослав Стох. У него 1 гол. Также он выступал и в Лиге Наций за Чехию. Зенит уходит на зимний перерыв при трех поражениях подряд, пропустив в каждом из трех игр 2 или более гола. Таблица. У Зенита 11 баллов. Эта группа забила всего 19 голов на все команды. У Слави стало 10 очков. Она также в 1-16. Но попадает перед жеребьевкой в группу Книсеяным. А Зенит наоборот Ксеяным. У Бордо 7 баллов. У Копенгагена 5. Группа D. В этой группе был забит в шестом туре всего лишь 1 гол. Он случился в игре Спартак Тарнава Фенер Бахче. В турецкой команде забил игрок, родившийся в Турции. Он принял австрийское гражданство. Е. Элмаз. Он в последнее время довольно результативен. У него 6 голов за последние 5 матчей. Лидер группы Динамо Загреб решил не побеждать Айнтракт 0-0. Хотя Айнтракт был ближе к победе. Они уже 9 лет не могут обыграть Загреб. Сейчас у них безвыигрышная серия составляет 5 матчей во всех турнирах. А Динамо наоборот 5 матчей не проигрывает. Финальная таблица. У Динамо 14 очков, 0 поражений. Фенер Бахче хватило для выхода 8 баллов. Эти команды в плей-офф. И это было известно заранее еще перед шестым туром. У Спартака Тарнавы 7 очков. Словакия осталась без представителей в Еврокубках. У Андрелехта 3 балла. Группа И. Спортинг одолел Ворсклу 3-0. Все голы были забиты до перерыва. Можно отметить Бруно Фернандеша. Хоть он и не забил, у него зато 2 голевые передачи. Но забивает он часто. За 6 последних игр 4 гола. Победная серия спортинга составила уже 6 матчей. Арсенал скромно за счет гола Ля Казетта 1-0 победил Карабах. У Карабаха за всю игру был всего лишь 1 удар по воротам. В первой игре между этими командами был счет 0-3. 4 месяца Арсенал не знает поражений во всех турнирах. Удивительно. Арсенал набрал 16 очков. Все 6 команд из Англии, которые принимали участие в групповых этапах Еврокубков, вышли в плей-офф. У Спортинга 13 очков. И все 3 португальские команды также вышли в плей-офф. Ворскл и Карабах, обменявшись победами, больше очков в группе не набирали. Они выбывают. Группа Ф. Дюди Ланш взял первое историческое очко в матче с Бетисом. Испанская команда не проиграла, но ничья с командой из Люксембурга – это, конечно же, сенсация. Дюди Ланш, как и Карабах, за всю игру нанес всего лишь 1 удар по воротам. У Бетиса было 12 попыток забить, но все тщетно. 5 игр сивилицы не уступают никому. Олимпиакос в матче за 2-е место ставил Милан без Лиги Европы. Сапата тут забил 2 гола. Один в свои ворота, другой в чужие. 3-1 в пользу греческой команды. И эта страна сохранила представительство в Еврокубках. Таблица. Бетис досрочно вышел в 1-16. Испанские команды все вышли в плей-офф. Сильный чемпионат, результат налицо. У Бетиса 12 очков. У Олимпиакоса и Милана по 10, но греки опередили итальянцев по личным встречам. Олимп проходит, Милан нет. У Дюди Ланжа 1 очко он выбывает. Лучшим среди бомбардиров стал Дабур из Зальцбурга. У него забито 6 голов. У Йовича из Айнтракта 5. У остальных 4 и меньше. Сейчас вам нужно узнать про посев команд перед жеребьевкой Лиги Чемпионов. Оцените это видео. Не грустите. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok